УШП УШП – утепленная шведская плита. Самая продвинутая, пожалуй, на сегодняшний день технология устройства фундамент. Основная идея УШП – это создать основание, максимально утепленное, экономящее энергию дома под будущий дом. Для этого используется основной принцип, на что и нужно обратить внимание, то, что является самым основным при создании этого фундамента – это подготовка основания. Потому что вся физика этого процесса будущего строительства дома, мы должны передать равномерно нагрузку от дома, от всего, что в доме и все, что является снеговой нагрузкой на крыше, передать вниз через фундамент. Фундамент, как плита, она распределяет нагрузку на грунты. Поэтому максимальное внимание нужно уделить работе именно вот в этом моменте. Подготовка основания. Что это значит? Одним из немаловажных плюсов УШП является то, что она подходит практически для любых грунтов и спасает от морозного пучения. То есть всегда стоит выбор в нашем регионе, когда есть промерзание довольно глубокое зимой, и грунты расширяются от морозного пучения, как от этого спастись? Либо заглубиться с прочными железобетонными конструкциями ниже глубины промерзания, либо просто сделать так, чтобы промерзания не было. Вот УШП позволяет избежать промерзания грунта под фундаментом и под домом. Для этого нужно, во-первых, снять тот любой растительный грунт, который есть в развитии от разного участка, он может быть разной глубины. Где-то он будет 10 сантиметров, где-то будет 50 сантиметров. Потом нужно заменить его на песок определенной фракции, хорошо утрамбованной. Большой плюс такого типа фундаментов – это то, что при его монтаже закладываются все коммуникации, и хозяевам не придется затем задумываться об их подведении. Но сложность и многослойность монтажа накладывают на строителей особые обязательства. Там каждая операция требует технического надзора. Начиная от ровного дна котлована, который нивелиром должен быть построен, какой бы ни был рельеф на участке, как бы свои минеральные грунты не располагались, дно котлована должно быть идеально горизонтальным. Дальше нужно проследить, чтобы был уложен геотексиль, и, главное, песок потом отрамбован по свой на. Не кучей всей, а ровными слоями был утрамбован. Это зависит, конечно, от мощности трамбовки, то есть того оборудования, которое используется. Ей весят и трамбовочные катки, которые протрамбовывают сразу довольно большой слой. Но поскольку их использовать на частном зебельном участке практически нереально, то используются ручные трамбовки. Они бывают разной массы, поэтому все равно это слой 10-15 см максимум, которыми нужно трамбовывать песок. И также слой щебня верхний, который идет перед утеплителем. Для утепления шведской плиты применяется утеплитель по типу экструдированный пенополистирол. Для этого материала важно обеспечить прочность нажатия, которая обеспечит нагрузки от нашего дома на фундаментную плиту. Для этого при выборе материала стоит учитывать прочность нажатия при 2% линейной деформации. И этот показатель должен составлять не менее 0,2 мегапаскаль. Так как при этих значениях, то есть 20 тонн на квадратный метр, наш утеплитель может выдержать необходимые нагрузки. При выборе экструдированного пенополистирола важно отмечать показатель теплопроводности при условиях эксплуатации лямбда-б. И он должен составлять от 0,030 до 0,034 ватт на метр кельвина. Например, сейчас у меня два образца толщиной 200 мм, которые необходимы для того, чтобы достичь энергоэффективных характеристик нашего фундамента. Также при выборе утеплителя стоит обращать внимание на наличие L-кромок на материале, которые обеспечивают отсутствие мостиков холода и эффективную теплоизоляцию нашей конструкции. А еще одним важным моментом при выборе является наличие у производителя L-блоков, которые формируют из себя палубку по периметру нашего фундамента. А дальше, конечно, нужно следовать проекту, следить за тем, чтобы арматура была необходимого сечения, необходимой марки, чтобы арматура ввязалась, а не варилась, потому что это влияет на прочность будущего фундамента плиты, чтобы соблюдалась та ячья арматуры, соблюдались те зазоры от низа плиты и от верха плиты. Теплый пол – это та опция, которая все-таки такая опция, она на выбор, потому что это действительно очень хорошая технология для будущего отопления дома, позволяющая экономить в будущем на отоплении. Это удобно, в будущем не будет радиаторов, это равномерный нагрев всего помещения и отличный топливный агрегат в случае каких-то аварий, потому что если с системой отопления что-то случается, прогретая монолитная плита весом несколько десятков тонн будет очень долго остывать, она большую тепловую инновационность имеет и комфорт внутри дома будет сохраняться еще какое-то время, в течение суток-двух, пока не будет починена система отопления. И все-таки укладка ее одновременно с оливкой фундамента жидкостного теплого пола позволяет затраты многие сократить в будущем на систему отопления. Особенности, которые нужно соблюсти и которые мы всегда учитываем, у нас есть большой довольно-таки опыт, и вот на своем опыте, что должны быть рационально уложены контура. Труба жидкостного теплого пола это молекулярно сшитый полиэтилен, очень прочная труба, специально разработана именно для таких систем. Длина каждой трубки, контура так называемого, должна быть не больше 90 метров. Раскладываются они либо улиткой, либо змейкой по помещениям. И нужно понимать, что каждый контур в идеале может регулироваться. И так нужно, чтобы конструктор разложил по помещениям, он должен знать назначение помещения, чтобы это было логично. Что если что-то нужно где-то убавить, что убавляется сразу вот этот контур, а он может быть задействован в двух-трех помещениях. Так вот, длина контура не больше 90 метров, чтобы насосы прокачивали. И в момент заливки всегда дается избыточное давление, где-то в три раза больше от рабочего давления будущего. Насосом накачивается избыточное давление специального теплоносителя. Это не тасол автомобильный, антизамерзающий, да? Это специальная жидкость, не замерзающая, тоже для жидкостных теплых полов. Закачивается, ставится манометр, и обязательно во время заливки кто-то краем глазом следит за манометром, что во время заливки трубу не повредили, и давление не упало. После заливки в течение суток тоже наблюдается за давлением манометра. Оно падать не должно. После того, как бетон встал, давление спускается, стравливается. Манометр можно снять, чтобы его не повредить в будущем строительстве. И законсервировать коллектор. И таким образом получаем идеальную систему отопления под будущий котел. Важно ответственно отнестись и к процессу заливки бетона. Здесь важно все и марка бетона, и особенности заливки. Плита заливается обязательно в одну заливку в течение одного дня, периода. Швов там не может быть. Важно, чтобы бетон приходил очень равномерно. Если средняя плита 100 квадратных метров требует 5 бетеновозов, 4-5, в зависимости от их объема, они должны прийти с каким-то периодом. Потому что нам нужно бетон еще провибрировать. Должны быть глубинные вибраторы, которые убирают какие-то воздушные пузыри внутри бетона, чтобы избежать раковин. Мероприятия по уходу за бетоном должны быть обязательно соблюдены. И, в принципе, все эти процедуры, технические особенности, должны быть указаны в грамотном проекте. Чтобы исполнителям как можно меньше нужно было с кем-то консультироваться, останавливаться, смотреть и, главное, самим придумывать. И последний совет, обязательный к применению. Важно иметь хороший проект-фундамент, подробно описывающий все свои, все размеры. Тогда исполнителям гораздо сложнее ошибиться. Редактор субтитров А.Семкин